Подкуп, пропаганда и запугивание в попытке распространить своё влияние на страны Африки Россия не брезговала никакими методами. Ведь когда Запад отвернулся от страны-агрессора, отношения с государствами глобального юга для Кремля стали спасением. Есть часть режимов в Мали, Зимбабве, Анголе, Судане, которые достаточно зависимы в политическом плане от России. Россия помогает этим странам и вагнеровцами, и определёнными политическими консультациями. Она имеет в этих странах налаженные информационные каналы. Недавно появилась информация о том, что откроется новый офис Russia Today в Южной Африке. Главный кремлёвский месседж на южном континенте Запад использует африканские страны в собственных интересах. Что совершенно не соответствует истине. Ведь именно Запад, страны Европейского Союза и США – главные экономические союзники африканских стран. Последняя речь Путина продемонстрировала его реальные намерения. Российский тиран апеллировал не к нам с вами, не в Европу и Северную Америку. Он обращался исключительно к глобальному югу. Это означает, что Россия уже не надеется на полезных идиотов на Западе или хрупкую позицию некоторых европейских политиков. Своими лживыми заявлениями об антиколониализме и новых центрах силы Путин пытается найти опору в Африке, Азии и Латинской Америке. Российский диктатор хватается за эту последнюю возможность. Как говорят, и за соломинку ухватится тот, кто тонет. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, в интервью РБК «Украина». Украинский министр иностранных дел уже посетил Сенегал. Там он открыл украинско-сенегальский бизнес-форум, где обсуждали пути делового сотрудничества. Но одна из главных задач рабочей поездки Дмитрия Кулебы – укрепление роли Украины как гаранта мировой продовольственной безопасности. Ведь именно Украина – одна из основных поставщиков продовольствия в Африку. И все это, несмотря на тяжелую войну. Нам нужно, прежде всего, это самое главное – усилить наше посольство. Потому что 10 посольств на более чем 50 стран – это почти мизер. Усиление медийного сотрудничества, выход в СМИ, публикация нужной нам информации. В частности, о том, что разблокированы порты, о том, насколько снизились более чем на 5% цены на зерно, о том, каким образом Украина, несмотря на сложную войну, помогает Африке, пытается решить и озабочена вопросами Африки. Об усилении сотрудничества в сфере сельского хозяйства, цифровых технологий, образования и торговли министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил с вице-президентом Кот-де-Вуара. Кане подчеркнул, его страна против российской агрессии в Украине и поддерживает усилия ради восстановления мира. Кот-де-Вуар присоединился к крымской платформе. Украина и Кот-де-Вуар имеют общие внешнеполитические приоритеты – мирное сосуществование государств, невмешательство во внутренние дела, взаимоуважение, устойчивое экономическое развитие. Мы также противодействуем общим вызовам – наемникам Вагнера, продовольственному кризису, изменениям климата. И общими усилиями мы будем бороться за мир и процветание наших народов. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, в интервью РБК «Украина». К проукраинской коалиции африканских стран присоединилась и Ганна. Там Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел Ширли Айоркор-Ботчвей. Министры обсудили активизацию сотрудничества в сферах кибербезопасности, цифровой трансформации и сельского хозяйства. Мы рассчитываем на укрепление сотрудничества с Ганной по широкому кругу вопросов. Об активизации двусторонней торговли, продвижении цифровых технологий до обеспечения продовольственной безопасности. Олег Николенко, спикер Министерства иностранных дел Украины, в Твиттер. Государство Африки демонстрирует открытую поддержку Украины в борьбе со страной-агрессором. Так Марокко, Либерия, Кения и Тунис входят в группу «Рамштайн». Что еще раз доказывает, ни деньги, ни пропаганда, ни запугивание не помогут Кремлю обрести союзников на глобальном юге. Ксения Барвиненко для телеканала Freedom.